сок power pint и вновь это в продолжении предыдущего видео связанного про него и двухсторонние биты возникла следующая ситуация значит я как уже вы смотрели в предыдущем видео говорил про двухстороннюю биту значит которую специально подобрал в конце концов нашел все-таки возможность двухсторонний бит и значит именно там мельком промелькнула лиза рминовская двусторонний бит как бы аргументировал вообще откуда возникла идея использовать двустороннюю биту то есть из-за того что скажем лизармана с битодержателями используются их не плоские лиза рмановский двусторонние биты и оказывается дело в том что это ж очевидно и естественно ведь лиза рмановский биты являются обычными вот этими битами шестигранные вот которые просто сточим и с двух сторон до соответствующей толщины. И естественно эти же биты будут замечательно выжиматься в соге PowerPint. Вот вам решение. Двухсторонняя бита, которая четко я держу рукоятки, придавливаю и она вообще не люфтит. То же самое я переворачиваю и зажимаю ее другой стороной. Таким образом с согом PowerPint можно использовать лизермановский плашку с битами, которая более тонкая и содержит большее количество бит, чем вот эти. То есть понятно, тут идет уже борьба двух решений, то есть полноценные крепкие биты, какие хочешь, огромного ассортимента и крепкие, я уже повторюсь. Или вот эти более мягкие, но именно вариант плоский. Кстати, видите, даже вот эта планка с битами длиннее, можно даже, если есть желание вообще отрезать вот этот хвостик. Но зато будет очень компактно носить и можно использовать эти лизермановские биты. Какие угодно. В ихнем ассортименте. Вот, например, немножко я так сказал, какие угодно. Ну, в рамках, естественно, ихнего ассортимента. Вот, например, Т6. Так, вставили, зажали, все. Можно все такое нибудь раскручивать нож с звездочкой шестой или там клипсу. И то же самое еще касается и двухсторонних бит длинных. Например, кто помнит, я эту биту приобретал для модификации SuperTool 500. Это от мута такая длинная. То есть, вот. И, соответственно, вот это вариант вот этой биты. Она, конечно, менее прочная. Вот. Но здесь тоже PH2, как и на этой. Потому что я PH1 ту и не нашел, я объяснял. И вот она замечательно зажимается. Зажимается сюда, получается у нас крестовая. Зажимается сюда, получается плоская. Все. И она очень тоненькая. Ее можно вот вообще вот так реально стулом носить. Можно вот сюда где-то сбоку положить. ее вообще не видно. Можно сюда. Вот такое решение. Ну, или самое главное это вот эти лизермановские планки. Или особенно вот эту крестовую. Крестовую плоскую, штатную, так называемую. Которую можно вообще пытаться где-то втулу тут вот спрятать. Вон она вообще. Вот ее вдавил. И можно вот так вот где-то в чехольчик носить. Нет, конечно, она выпадет, если доставать и что-то извлекать. Ну, в общем, такое вот видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Комментируйте.